Привет! Сегодня я расскажу вам, как играть в настольную игру «Чердачный монстр», в которой мы с вами станем призраками и все вместе постараемся прогнать монстра, поселившегося на чердаке нашего особняка, чтобы вернуться домой. И для начала подготовим игру. Вложите дно коробки в ее фронтальную часть. Поставьте коробку вертикально, чтобы чердак с монстром оказался самой верхней комнатой в особняке. Разделите все тайлы по типам на три кучки – лес, кладбище и каменные. Переверните их лицом вниз и перемешайте каждую кучку по отдельности. Разместите рамку поля перед коробкой, где сторона с надписью «Вход» должна прилегать к коробке, а старт располагаться на противоположном конце. У входа выложите четыре каменных тайла лицом вниз, затем также выложите сначала тайлы кладбища, а затем тайлы леса. Если вы играете втроем, откройте четыре любых тайла леса или кладбища, а если вдвоем, то шесть. При игре полным составом, то есть четыре человека, тайлы открывать не нужно. Перемешайте четыре жетона особняка лицом вниз и положите по одному жетону в крайние комнаты особняка первого и второго этажа. Разместите фигурки привидений на клетку старт, определите первого игрока и можно начинать. Игра состоит из двух фаз – фазы поиска и фазы сражения. В первой мы будем искать ключи от комнаты особняка, накапливать силу и пытаться попасть на чердак, а во второй попытаемся одарить монстра и прогнать его из нашего дома. В фазе поиска игроки ходят по очереди и выполняют следующие действия. Для начала игрок бросает два кубика и, если желает, может поочередно выполнить выпавшие на них действия. Не обязательно оба, можно только одно или не выполнять действия совсем. Кубики, например, позволяют призракам перемещаться на один шаг на соседний тайл, переворачивая тайл, на котором находится фигурка призрака или любой соседний. Причем вы можете перевернуть как тайл, лежащий лицом вниз, так и лежащий лицом вверх. Стрелка со следом позволяет или перевернуть любой соседний тайл, или переместиться на один шаг. А стрелка со звездой дает возможность перевернуть абсолютно любой тайл на поле, где бы он ни находился. Ну а символ крестика не дает никаких действий. Каждый раз, когда игрок переворачивает тайл лицом вверх или останавливается на открытом тайле, может сработать его эффект. Если открылся тайл с ключом, то положите на него ключ, соответствующий изображению. Остановившись на таком тайле, игрок забирает ключ, и теперь он доступен для использования всеми игроками. Открыв тайл силы, положите на него кристалл силы соответствующего цвета. Остановившись на таком тайле, можно будет забрать кристалл себе. Они помогут в конце игры одолеть монстра. Важно, каждый тайл ключа и силы можно использовать не больше, чем один раз за всю игру. При открытии тайла переворота ничего не происходит, но остановившись на нем своим призраком, игрок может перевернуть любой другой тайл на игровом поле. Никакого эффекта не срабатывает и при открытии тайла хода, но если призрак останавливается на нем, то он получает возможность сделать еще один или два шага в любую сторону. Если открылся тайл катапульты, то игроку необходимо определить направление выстрела, направив стрелку в любую сторону. Ведь когда на этом тайле остановится призрак, катапульта выстрелит им по направлению стрелки до самого края поля. При открытии ловушки ничего не происходит, но оказавшись на таком тайле, призрак игрока оказывается в западне и не может уйти с этого тайла, пока любой игрок не перевернет его лицом вниз, тем самым не деактивировав ловушку. Находясь в ней, игрок все еще может бросать кубики и выполнять действия переворота, просто не может уйти с тайла. Также ничего не происходит, если открылся портал, но если игрок остановился на таком тайле, он тут же перемещается в другой открытый портал на игровом поле. Если же в игре открыт только один портал, то призрак игрока остается на месте. Как только каждый игрок сделал ход, раунд заканчивается. Игроки совместно выбирают один из открытых тайлов на игровом поле, на котором нет призраков, и отправляют его на чердак особняка. Таким образом, с каждым раундом монстр будет становиться все сильнее. Если же на поле нет подходящих тайлов, то монстр ничего не получает. После этого игроки снова начинают выполнять действия в фазе поиска, начиная с первого игрока. Имея в своем арсенале ключи, игроки отправляются в особняк, чтобы найти самый главный ключ, ключ от чердака, где прячется монстр. Чтобы попасть в особняк, достаточно оказаться на одном из каменных тайлов и сделать шаг в прихожую особняка по обычным правилам. Если игрок захочет, он сможет по тем же правилам и выйти обратно на игровое поле. Внутри особняка можно перемещаться, используя действие следа на кубиках, сверху вниз и обратно, с целью исследовать комнаты. Но для этого у команды должен быть соответствующий ключ. Открыв комнату, игрок проверяет жетон особняка в надежде найти на обратной стороне ключ от чердака. Если там пусто, то придется поискать в другой комнате. Ну а если все-таки удается найти ключ от чердака, то фаза поиска немедленно заканчивается и начинается фаза сражения. Чтобы сразиться с монстром, достаньте с чердака накопившиеся там тайлы. Это сила монстра. Затем отнимите от этой силы столько тайлов, сколько кристаллов вам удалось собрать за всю игру. После этого каждый из участников, начиная с первого игрока и по очереди, бросает два кубика. Крестик – это промах. А за каждый другой результат отнимайте от силы монстра по одному тайлу. Если после того, как все игроки выполнили по одному броску кубиков, у монстра не осталось тайлов, вы побеждаете и монстр убегает из вашего особняка. Ну а если после бросков кубиков монстра остался хотя бы один тайл, то значит в этот раз вам не удалось его прогнать с чердака. В следующий раз обязательно получится. Также в игре есть и усложненный режим. Если сражение с монстром далось вам слишком легко, то попробуйте в следующий раз считать тайлы с ловушками за два. Чтобы убрать такой тайл, игроку потребуется сразу два успешных результата в одном броске. Теперь вы знаете все правила игры Чердачный монстр. Приятной партии!